Поездка по Московской Тверской губернии, город Солнчегорск. Главы администрации подвержены коррупции, связаны с бандитами и группы нарушают все законы. Когда вы говорите не платить вам зарплату, там тоже жулики сидят во всех финансовых структурах. И пенсию не будут платить, зарплату повышать цены будут. Потому что и бандитская экономика, и бандитское государство. И вы это должны знать. Так нельзя, значит вы тоже воруете, если нельзя так говорить. Вам как коммунисты приучили, так нельзя говорить. Все хорошо. Все хлопали 70 лет и дохлопали. Ни страны, ни людей нету. Стоите здесь, у вас 60 лет умираете. Покажите мне хоть одного, кому 80 лет. Есть у вас такой житель в городе? Нету. Один. Один в музей его посадите можете. Посадите. В декабре будут выборы. Осталось всего полгода. Репетиций было много. Первый раз вы могли обмануться. Были выборы президента в 1991 году. Были первые выборы в парламент. Первый блинкомом. Но теперь вы должны подготовиться. Определиться, что за партии, что за лидеры. Чтобы через 5 лет снова я приеду, скажете, опять у нас плохо. С 1996 по 2000 год. По 2000 год. Но от вас зависит. Кого избираете, тот, так сказать, с вами и руководит. Вот он на примере вашего Жарова. Вы его не избирали, его назначили. А выборов они боятся, потому что они все выборы проиграют. Что хорошего? Что хорошего? Вот вам что сделал хорошее? Вот и хороший. И Ельцин, говорили, хороший. Все хорошие. А потом стоите, стонете. Забросали в Государственную Думу. Ничего вам не хватает. Не лечат вас. Обманывают вас везде. Тысячи писем. Он у нас стоит, говорит, хороший ему. И Ленин хороший у него был. И Сталин хороший. И Ельцин хороший. И Жаров хороший. А живет, спроси у него где? В коммунальной квартире. Еще будет хуже. Я разгорание. Если сделали СССР, лопну СССР. Демократы СНГ. И в СССР, и в СНГ все выкачивают из России. Это не годится формула. Устройство государства. Поэтому нам ни СССР, ни СНГ не нужно. И никаких республик внутри России. Пока мы не ликвидируем национальные республики, они будут нас грабить и будет война. Вот война на Кавказе. Или Тарстан не платит налоги. И Башкирия. Значит, все за счет России. Русские парни погибают на войне. А вы все работаете, на ваши налоги содержат всю страну. А отдельные национальные регионы не платят налогов. Вот. Годится такая формула? Не годится. Значит, равные права для всех областей. России и все они называются с географическим названием. Вот Казанская губерния, Московская, Рязанская, Уфимская. Без национальной окраски. Они стреляли. Когда танцевали. Но русские жили хуже и тогда. В национальной окраине и тогда жили лучше. Сейчас... С товарами другими. К концу года будет 5 миллионов безработных. Это же искусственно. Особенно в области военной промышленности. И ваш город на эту военную промышленность задействован. А это самая выгодная продукция. Экспортная. Нам трудно другую продукцию выпускать для экспорта. Военная у нас самая была конкурентоспособная. Вот поломать. Все, что было в гражданскую войну с 17 по 21, все повторяется опять. Давайте ваш вопрос. И потом... Не голосуют. Говорите. Страхкин строится... В школе по арифметике двойку имели? Если у нас 10 процентов, как же я могу что-то сделать? Ну ей объясните, я уеду. Как? Что я могу сделать? Ну нас мало. Вы можете это понять, женщина? Если у вас тысяча рублей в кармане, а товар стоит 5 тысяч, вы можете купить товар? Нет. Вы можете его украсть. Так и я. Если у меня только 10 процентов депутатов, я не могу парламент заставить работать в вашу пользу. Говорите, она не понимает. Ну что делать? Страна чудовищная. Я ей объясняю напрямую, что у меня мало власти. Говорят, нет, делайте. Стоять на площади и на женихах на всеми. Да стоять на площади я и должен, чтобы вы меня видели. Другие-то не стоят. Вот ее психология, видите? Она говорит, спасибо, депутат Жириновский, ты к нам приехал, уважил город. А ей это не нравится. Ей нужна война, революция. Вот, чтобы за нее, кстати, что-то сделали. Мы воевать не будем. Мы только за выборы, ибо все гражданские войны кончаются одной катастрофой. Вы будете судить нас, выбирая депутаты. И 12 июня вы будете судьей для всех кандидатов в президенты. Но после 12 декабря и 12 июня 96-го года на 4-5 лет вы должны замолчать и подчиняться власти. Раз не ту избрали, значит сами виноваты. Изберете нас, изменения наступят к лучшему. Потому что я уже объяснял, что мы и как сделаем. Все, до свидания. Город Клин. Жалобы людей перед митингом. Я в детстве жила. А молодежь будет, молодежь. Вы будете ходить по пляху. А американцы придут. А американцы побьют вас с дубинками. Японцы придут. Они вас пожрут, как собаки дало. А может быть, пенсию у нас вообще по пенсии отняли. Отняли. То, что я заработала, я ее не получаю. И как кто-то прожиточный минимум. Он бы пожил. У меня была пенсия. 32 рубля. Да, 32 рубля. И мы Жени. 12 декабря 1995 года должны привести еще двух избирателей. Собой. Жена мужа или муж-жену или детей совершеннолетних или знакомых. Это же не трудно. Что, каждый, кто проголосовал, двух не может срагетировать? Тогда будет до нас 40 миллионов. Пока до нас проголосовало 13 миллионов избирателей. Чтобы победить, надо не меньше 40. То есть в три раза больше в абсолютном исчислении. Но это зависит от вас. Если плакать и ждать, пока кто-то что-то сделает, не бесполезно. Чтобы вас не обманули. Но вас же обманут опять. Вам в ноябре повысят зарплату. Приостановят повышение зарплаты. Выплатят сюда должность, студентам, степенью и побежали голосовать за них. А там были партии. Попростили списком. Как вы голосовали? Я за принятость. Вот там в списках было название партии. Как называется моя партия? Гор. Это же не выборы президента были. Выборы. Она за меня, но когда был долю день по выборам депутатов, то муравьев голосовал. Вы говорите, за меня. Я же не муравьев. За меня вы оставали, чтобы наш кандидат от нашей партии. Я покинул. Город Торжок. Депутат, который выиграл, получил 8%. Получается, 8% его избрали. А 92% не голосуют, не хотят. Не, неприятно. И цены растут, и зарплата. И маленькая, да не следующее, выплачивают ее. И пенсия мизерная. Поэтому проблемы известны. На них не хочется лишний раз на эти больные точки нажимать, чтобы не теребить вам душу. Вышний Волочок. А всего 4 митинга в день. Добрый вечер, уважаемые жители города Вышний Волочок. Руководство и в том числе депутаты Государственной Думы. Депутатов от нашей партии всего 12%. Иногда мы голосуем вместе с коммунистами и аграриями. Но половина парламента это наши с вами враги. Люди, которые не хотят вас защищать. Не хотят укреплять наше государство. Сделать богаче наш народ. Это пятая колонна. Это продажные депутаты. Которые думают в основном о личных делах. Самое главное, они настроены... Отставай, Руси, а сейчас выкруванет вам. Балагоя. Дом, предназначенный для молодежной организации ЛДПР. Слушайте, плетка где? Везти мне плетку. А? Что? Сейчас, сейчас. Не хочешь? Быстро. Давай, не можешь, не можешь, выйти с ним. Нет? Только бегай. Охрану давай. Хопа! Давай, давай, давай. Домой, 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 домой. Домой, домой. И вводит мусор. Ну и что мусор? А то знаешь, что мусор. В кино не видно, мусор или что. Не важно, что ты везешь. Отбывающий срок наказания. Уменьшаем срок. Харесовой. Отбывается. Пусть не отмоешь. Как это-то мы испачкали? Че мы испачкали? Так, что не отмыть. А что они такие грязные? О, вода-то... Голодные тут, посторонние. Игулки не надо? Да. пойдем поговорю